Эфир телеканала Беларусь4 Гомель продолжается. Новый день с вами встречает утренний фреш. В этом выпуске я, Влада Васильева, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и Гомельской области, а также познакомлюсь с другой полезной информацией. Как всегда, для начала коротко о погоде на территории Гомельской области. Сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем прогреется всего до 19 градусов. Ветер западного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 13. Начнем выпуск с актуальных выставок. В картинной галерее Ващенко открылась выставка дипломных работ выпускников учреждения образования Гомельского государственного художественного колледжа. Произведения очень разноплановые, не похожие друг на друга. Выставка под названием «Дипломник-2020» позволит гостям галереи увидеть начало творческого пути молодых художников и дизайнеров, посмотреть на разнообразие их идей и богатство техник. Выставка продлится до 17 сентября. Прогулку по Гомелю с 100-150 летней давности предлагает совершить филиал Ветковского музея. В этой экспозиции ретроспектива архитектурного облика города – от деревянного до кирпично-бетонного. Резные элементы народного искусства расскажут о мастерстве белорусских мастеров, имена которых не стали частью истории. Со временем более современные материалы вытеснили дерево с улиц города. И над его обликом стали трудиться архитекторы, которые строили дома в разных стилях. Посетители выставки увидят макеты зданий этих периодов. Изображение ушедшей эпохи – это результат основательной работы в архивах. Познакомиться с ним можно будет до декабря. В Дворце Румянцевых и Паскевича открыта художественная выставка под названием «Древнейший из искусств». Она посвящена графике. В экспозиции более 80 работ из фондов музея выполнят в разных техниках. Они охватывают период с 17 по 20 века. Гости дворца увидят графические произведения минувшего столетия, росписи, гравюры. А также рисунки, сделанные на пергаменте и бумаге. Все работы демонстрируют неограниченные возможности графики. Как правило, изображения хранят первое прикосновение к бумаге, первый полет мысли. И в этом особая прелесть графики, которую многие ценители отдают предпочтение перед живописью и другими видами искусств. С коллекцией графики на выставке «Древнейший из искусств» можно ознакомиться до 8 ноября. К следующим новостям. 12 сентября на площади Ленина определят самого сильного гомельчанина. Организаторы отмечают, что силовое состязание обещает стать самым жарким соревнованием сентября. Отчаянным смельчакам предстоит поднять 90-килограммовые бревна, заняться окантованием шин, перенести колодец и тяжелый пень, а также перебросить мешок через планку в 4 метра. Испытать свою силу приглашают взрослых в категории до 95 килограммов и свыше 95 килограммов, совершеннолетних студентов в категории до 80 килограммов и более 80 килограммов. Прием заявок продлится до 11 сентября. Победителей и призеров определят в каждой из категорий. Самые сильные гомельчане получат абонемент, фитнес-центр и другие ценные подарки. К другим интересным новостям. Следы антарной комнаты обнаружили в Калининграде. В бункере нашли помещение с большими ящиками. Оно затоплено водой и в нем, по мнению историков, могут находиться части антарной комнаты. В течение нескольких лет подвалы бункера исследовали, делая в стенах отверстия и пропуская через них зонт с видеокамерой. В результате этого и выяснилось, что рядом с открытыми комнатами есть затопленное помещение с ящиками. Бункер построили около 75 лет назад. Сейчас там находится музей. В Великобритании открылась гостиница, в которой можно провести ночь в столе с лошадьми. Там стоит двухъярусная кровать, есть мини-холодильник, микроволновка, а также душ. Людей и животных в таком отеле разделяют прозрачные перегородки. Те, кто пожелает провести такую ночь, сразу предупреждают. Она может оказаться не такой приятной, как себе можно представить. Этими кадрами, снятыми на Филиппинах, поделился сосед одного молодого человека. Парень подъезжает на своей тюнингованной машине к гаражу, и между ним и парковка встает крутой заезд, который не позволяет авто с низкой посадкой взобраться на него. Для того, чтобы решить эту проблему, водитель придумал хитрость. Он выходит из машины и снимает передний бампер. Машина без труда заезжает в гараж, где ее владелец крепит бампер назад. К слову, чтобы выехать из гаража, водитель вынужден проделывать то же самое. Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передачу о вопросах здоровья тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет на среднюю продолжительность жизни в стране и на ее качество. А первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал сегодня в 19.30. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля, и Гомельской области. Разговор с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Адвокат Виктор Лагун расскажет, что делать в случае задержания. В Уголовном процессуальном кодексе есть статья 107, которая дает понятие задержания. Задержание – это фактическое задержание лица и доставление органам уголовного преследования и в установленном порядке его, скажем так, по помещениям места, определенные, установленные законом. Если вас задержали и доставили в орган уголовного преследования, ну, скажем, в отдел милиции, то вам должны вручить протокол о задержании, потом вручить ваши права. Если вас подозревают в совершении преступления, то, соответственно, и постановление о признании вас подозреваемым. Если же возбуждено уголовное дело, то вам должны вручить постановление о возбуждении уголовного дела. Если вам применена мера пресечения в виде ареста, то, соответственно, вы должны получить копию постановления о применении меры пресечения. После этого вас непосредственно должны допросить, но вам разъясняют права вашего, как подозреваемого, вручают протокол. Соответственно, вам предоставляется адвокат, потому что орган уголовного преследования должен также принять все меры по защите ваших прав и свобод. При предоставлении вам адвоката дается устная консультация, которая идет за счет местного бюджета. И вопросы, которые вы можете задать, различные и по вашему задержанию, и по мере того, что вас подозревают. Но с другой стороны, орган уголовного преследования должен немедленно сообщить вашим родным и также близким родственникам о месте вашего задержания. Непосредственно они сами или же вам могут дать позвонить им и вы им это сообщите. Допрашивать, если вас задержали и вы согласились, чтобы участвовал адвокат, то адвокат участвует при допросе. Но до первого допроса, соответственно, вы имеете право с ним конфиденциально где-то побеседовать наедине, при этом никто не присутствует. При допросе, если вы ознакомились с протоколом вашего допроса, вы, соответственно, имеете право внести какие-то изменения, если некорректно что-то записано или не так сформулировано ваше высказывание о том, что вы говорили. Ну и, конечно, и обжаловать ваше задержание. Или может адвокат, или вы прокурору, или же вы в суд. Но ваше задержание не может быть более 72 часов. После этого должна быть принята мера, вам или предъявляется обвинение и избирается мера пресечения. Поэтому, когда вас задерживают, всегда требуйте адвоката, так как вы можете что-то не понять, не разобраться в правах и как вам дальше это действовать. Как всегда, новый день с вами встречает утренний фреш. Я, Влада Васильева, желаю вам улыбок окружающих вас людей и только хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...